На заре компьютерной анимации, одна из сложных задач, которая могла выпасть аниматору, заключалась в том, что один объект берёт другой, перемещает его и опускает. Что в данное время кажется диким, учитывая простоту этой задачи. В 3D Max, наверное, простейший способ сделать анимацию такого типа – это использовать ограничитель связывания. Чтобы это показать, в нашей стене имеется анимированная рука робота, которая поворачивается, берёт объект и затем опускает его в другом месте. Сейчас здесь, конечно, не происходит подбора. Это мы реализуем с помощью ограничителя связывания. И нужно иметь в виду, что здесь можно анимировать всё, что угодно. Например, персонажа, берущего чашку кофе. Или снежок, прилипающий к проезжающей машине. Это разные случаи, где можно использовать ограничитель связывания. Мы уже проделали немного подготовительной работы. В том плане, что добавили два вспомогательных объекта в сцену. Они указывают места, где мы хотим, чтобы объект находился. Первый вспомогательный объект находится в стартовой локации. А второй находится в конечной. Мы могли бы добавить третий объект. Который был бы связан с тем, что я называю магнитом. Находящийся на конце руки робота. Но в данном случае я просто использую геометрию. Чтобы привнести жизнь в анимацию, давайте выделим блок. Перейдём в выпадающее меню ограничителей. Применим ограничитель связывания. И соединим со стартовым вспомогательным объектом. Это перенесёт нас на вкладку движения. И теперь можем начать работать с имеющимися параметрами. Некоторые позволяют переключить ссылку на другой объект в сцене. Добавить определённую точку анимации. Давайте прокрутим до кадра 73. Где магнит находится на целевом объекте. Нажмём кнопку «Добавить связь». И выберем объект, на который хотим переключить связь. В данном случае это будет магнит на конце руки. И мы сразу видим, что он добавляется в этот список. И также указывается кадр, где меняется связь. Теперь, когда мы прокручиваем анимацию, мы видим, что блок перемещается вместе с рукой. И он его ставит в целевое расположение. Но сейчас он не остаётся на месте. Нам нужно сделать ещё одно изменение связи. На этом моменте времени. С активной кнопкой «Добавить связь» мы кликаем по второму вспомогательному объекту. И теперь, когда анимация продолжается, блок остаётся на этом месте. И последовательность анимации завершена. Здесь можно сделать большее, используя данный ограничитель. Но реально круто понимать, что то, что несколько лет было очень сложно сделать, теперь делается вот так элементарно, с помощью ограничителя связывания. В связь мы кликаем по второму вспомогательному объекту. И теперь, когда анимация продолжается, блок остаётся на этом месте. И последовательность анимации завершена. Здесь можно сделать большее, используя данный ограничитель. Но реально круто понимать, что то, что несколько лет было очень сложно сделать, теперь делается вот так элементарно. urgית...